вы на канале про компьютер и в этом видео я вам покажу что делать если нет интернета по кабелю на вашем компьютере если у вас был интернет но он по каким-либо причинам пропал скажу быстрый способ решения этой проблемы смотри это видео до конца тут интересно друзья но перед тем как мы начнем наш урок я тебе рекомендую перезагрузить свой компьютер или ноутбук также перезагрузить роутер ну что давайте перейдем непосредственно к первому способу для первого способа нам необходимо зайти в панель управления windows 11 также панель управления есть в операционных системах windows 10 windows 8 и windows 7 правой кнопкой мыши мы щелкаем по меню пуск заходим диалоговое окно выполнить здесь мы введем команду control и нажмем enter просмотрах мы выставляем крупные значки и переходим в раздел центр управления сетями и общим доступом здесь находятся настройки сетевых адаптеров переходим центр управления сетями и выбираем в контекстном меню изменения параметров адаптера у нас нет интернета по кабелю соответственно наш сетевой адаптер ethernet два раза кликаем по нему мышью и переходим свойства здесь мы должны найти протокол версии 4 вот он и кликаем два раза мышью здесь мы нажимаем получить ip адрес автоматически также ставим галочку получить адрес днс сервера автоматически и нажимаем ok здесь мы нажимаем также ok и проверяем наш интернет заходим в какой-либо браузер 2 причиной по которой у вас отсутствует интернет по кабелю может быть банальная причина у вас отключен сетевой адаптер в диспетчере устройств правой кнопкой мыши по меню пуска заходите в диспетчер устройств здесь ищите свой сетевой адаптер вот он и обратите внимание чтобы у вас не стояла вот такая стрелочка если у нас в режиме отключения сетевой адаптер будет вот с такой стрелочкой соответственно он выключен интернета по кабелю нет вам необходимо его включить правой кнопкой мыши и выбираете включить устройство также друзья если мы зайдем в настройки windows заходим в параметры переходим в раздел сети интернет переходим в раздел ethernet у вас не должна стоять галочка лимитированное подключение она должна быть выключена в третьем способе мы разберемся как с помощью встроенного средства диагностики неполадок windows 11 вернуть доступ к интернету переходим в меню пуск переходим в параметры windows 11 мы сейчас находимся на вкладке система заходим в раздел устранение неполадок выбираем другие средства устранения неполадок выбираем пункт запуск подключения к интернету нажимаем запуск теперь windows 11 постарается автоматически исправить доступ к интернету мы здесь выбираем устранение неполадок подключения к интернету windows попытается их сам обнаружить и исправить в четвертом способе давайте мы сбросим все настройки нашего сетевого адаптера на настройки по умолчанию для этого правой кнопкой мыши по меню пуск заходим в диспетчер устройств и естественно находим наш сетевой адаптер как я уже говорил ранее наш адаптер realtek чаще всего он вот такой если вы видите слово wireless это беспроводной сетевой адаптер нас интересует интернет по кабелю правой кнопкой мыши и выбираем удалить устройство не пугайтесь windows 10 вернет устройство на место но с настройками по умолчанию выбираем удалить устройство и выбираем удалить теперь мы правой кнопкой мыши щелкаем по любому устройству и выбираем обновить конфигурацию оборудования и обратите внимание сетевой адаптер вернулся но уже с настройками по умолчанию также я рекомендую после этих действий проверить доступ в интернет друзья но перед тем как мы перейдем к теме установки сетевых драйверов на ваш компьютер или ноутбук я вам также рекомендую сделать сброс параметров сети для этого нам необходимо запустить командную строку от имени администратора щелкаем правой кнопкой мыши по меню пуск и запускаем терминал windows от имени администратора видите вот эту команду ссылку я оставлю в описании и с помощью нее мы сбросим настройки dns кэша нажимаем enter но мы переходим самому последнему способу которые 99 процентов решит проблему с кабельным интернетом многие опытные и неопытные пользователи сталкиваются с одной и той же проблемой они устанавливают неправильные драйвера на сетевую карту у них потом возникают проблемы с интернетом я сейчас покажу как правильно это делать первое что вы должны сделать это узнать модель материнской платы вашего компьютера это если у вас компьютер если у вас ноутбук соответственно вам необходимо узнать модель ноутбука модель материнской платы на компьютере можно узнать несколькими способами давайте я вам покажу один из правой кнопкой мыши по меню пуск и выбираете выполнить пишите команду ms info 32 и нажимаете enter сведениях и системе ищите модель основной платы моя называется вот так если у вас ноутбук переворачиваете ноутбук вы видите там наклейки на которых отбита ваша модель также модель ноутбука у вас может быть в чеке на коробке на наклейке справа от тачпада также модель ноутбука может быть на батарее и соответственно под батареи сейчас я вам покажу как это сделать на компьютере итак мы знаем модель нашей материнской платы мы ее переписываем или нажимаем сочетание клавиш control c теперь заходим в любую поисковую систему пусть это будет яндекс и нажимаем control v вставить или правой кнопкой мыши и нажимаем найти теперь в поиске мы ищем официальный сайт моя материнская плата asus соответственно меня сейчас по ссылке перекинет именно на мою материнскую плату здесь мы нажимаем раздел техподдержка выбираем драйвера и утилиты выбираем операционную систему и скачиваем драйвер именно под нашу сетевую карту вот она лан нажимаем скачать теперь мы открываем файл прокручиваем немножко вниз и ищем приложение сетап то есть установить два раза кликаем нажимаем запуск сейчас возникла какая-то ошибка давайте перейдем в папку загрузки сейчас я скопирую это все на рабочий стол и извлеку скопировал теперь показать дополнительные параметры и выбираем извлечь все здесь мы нажимаем кнопку извлечь и сейчас создастся папка на рабочем столе с извлеченными файлами драйвера для нашей сетевой карты вот она эта папочка мы заходим в нее опять ищем сетап и обратите внимание мы сейчас установим драйвера реалтек для нашей сетевой карты реалтек ethernet контроллер драйвер нажимаем далее нажимаем установить и после этих действий я вам рекомендую перезагрузить ваш компьютер еще раз повторюсь если эти способы не помогли ковыряйте свой роутер сбросьте настройки по умолчанию и попытайтесь настроить ваш роутер возьмите данные у своего провайдера такие как логин пароль если это у вас ппо соединение если у вас соединение по dncp серверу то есть вы просто вставляете кабель в роутер у вас интернет идет также сбросьте свои настройки надеюсь этот урок был полезен